Во имя Остай, Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение. А ты скажешь, кто-нибудь разве не препятствуешь браку? Отойди от меня, чтобы и мне не впасть в безумие вместе с тобою. Почему же, скажешь, ты увещаешь не вступать в брак? Потому что девство я считаю гораздо досточтимее брака. И однако через это я не поставляю браков в числе худых дел, но даже очень хвалю его. Он есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовывать природе, выставляя законное совокупление как оплот и таким образом удерживая волны похоти. Он поставляет и сохраняет нас в великом спокойствии. Значит, люди, которые не нуждаются в таком ограждении, и вместо того укращают ярость естества постами, бдениями, зимными поклонами и другими суровостями жизни. Таким людям я советую не вступать в брак, но не запрещаю брака. Между советом и запрещением великое различие. Такое, какое между произволением и необходимостью. Советующий представляет слушателю власть в избрании того, что он советует. А запрещающий отнимает у него эту власть. Притом я советую не охуждаю брака и не виню того, кто не послушается меня, отвергая брак и признавая его дурным делом, и присваивая себе право законодателя, а не советника, естественно, не ненавидишь тех, кто не слушается тебя. Не так я поступаю. Но с одной стороны удивляюсь вступившим на этот подвиг, а с другой не виню тех, которые остаются вне этого подвига. Осуждение тогда только было бы справедливо, если бы кто стремился к признанному всеми злу. Тот же, кто имеет меньшее благо и не достиг большего, хотя лишается похвалы и удивления за это, но по справедливости не может быть осуждаем. Как же я препятствую вступать в брак, когда не осуждаю врачующихся, запрещая облуд и прелюбодеяния, но брак никогда. И дерзающих на первое я наказываю, отлучая церковного общества, а избравших последнее, если они соблюдают целомудрие, я непрестанно хвалю. Таким образом, отсюда происходят две выгоды. Одна та, что не осуждается установление Божие, а другая та, что не только не уничижается достоинство девства, но даже оказывается гораздо более почтенным. Так, кто охуждает брак, тот сокращает славу и девство, а кто одобряет брак, тот еще более возвышает девство и делает его более дивным и светлым. Что является добром в сравнении лишь со злом, то не есть еще великое добро, а что лучше всякого общепризнанного добра, то есть добро по преимуществу. Таким добром мы и представляем девство. Посему, как те, которые охуждают брак, лишают через сто похвал девства, так непорицающий брак и восхваляет не столько брак, сколько девство. И из тех мы называем красивыми не те, которые лучше изуродованных, но те, которые лучше целых и не имеющих никакого повреждения. Брак добро и девство потому достойно удивления, что оно лучше добра и столько лучше, сколько кормщий превосходник гребцов и полководец воинов. Ну как, отняв у корабля гребцов, ты потопишь корабль и удалив из сражения воинов преддашь плен врагам самого полководца, так и здесь, если ты не заведешь брак с его высокой степени, то уронишь славу девство и не заведешь его до последней степени ада. Детство добро. Утверждает-то и я, оно лучше брака и с этим соглашаюсь. И если угодно, я прибавлю, насколько оно лучше, именно настолько, насколько небо лучше земли и ангелы людей. А сильнее сказать то и этого больше. Ангелы, хотя так же не женятся и не посягают, но не имеют и плоти, и крови, живут ни на земле, не тревожатся множеством вожделений, не нуждаются в пище и питье, не расслабляются приятную песню, не соблазняются красивым лицом и не испытывают ничего другого подобного. А как в ясной полге небо представляется чистым, не затмеваясь никаким облаком, так и их природа необходимо пребывать в светлую и блистательную, не обращаясь никакой эпохоти. Род же человеческий, по природе своей, ступая этим блаженным, существа напрягает свои силы и тщательно старается по возможности сравниться с ними. Каким образом? Ангелы не женятся, не посягают, не делают этого и девственницы. Те непрестанно предстоят и служат Богу, так делают и девственницы. Посему и Павел освободил девственницы от всех других забот для непрестанного и неразвлекаемого служения Богу. Хотя они пока еще не могут восходить на небо, как ангелы, потому что плоть удерживает их, но и здесь они имеют великое утешение, принимая самого Владыку Небес, если будут святы телом и духом. Видишь ли, достоинство девства, как оно способствует пребывающим на земле проводить жизнь подобно небожителям, облеченным плотью, не позволяет уступать силам бесплотным. людей ведет к соревнованию с самими ангелами. Но все это не относится к вам искажающим такое дело, клевещущим на Владыку, называющим его злым. Вас ожидает наказание лукавого раба, а девственницам церкви принадлежит многие и великие блага, превосходящие зрение, слух и мысль и человеческую. Посему, оставив перетеков, так как для них довольно уже сказано, обратим речь затем к чадам церкви. Чего же прилично начать слово? С тех самих слов Господа, которые отвечают через блаженного Павла, и надобно веровать, что совет апостола есть совет Господа. Так словами. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. 1 Коринфянам 7.10 И еще. Прочен же я говорю, а не Господь. 1 Коринфянам 7.12 Апостол не то хочет сказать, что одно из этих завещаний принадлежит ему самому, а другое Господу. Как решился бы сказать или помыслить что-нибудь неугодное Христу, и при том в виде узаконения тот, кто имел в себе говорящего Христа, кто для того только старался и жить, чтобы жил в нем Христос, у кого и царство, и жизнь, и ангелы, и силы, и всякое другое творение, и вообще все занимает растерянное место после любви к нему. Итак, что же значит слово апостола «я» и «не я»? То, что одни из законов и догматов преподал нам Христос сам непосредственно, а другие через апостол. А что сам Он не все законы и догматы постановил непосредственно, об этом послушаешь, что говорит Он. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Евангелие от Иоанна 16, 12. Таким образом, жене не разводиться с мужем. 1 Коринфянам 7, 10. Христос еще прежде постановил, когда был на земле во плоти, и потому апостол говорит, о вступившем бракне я повелеваю о Господе. Но касательно неверных Он ничего не сказал нам сам непосредственно, отдал закон, подвигнув к тому душу Павла. Посему и сказал апостол, «Не Господь, но я», желая выразить не то, что сказано, им есть учение человеческое, как это возможно, но что Господь преподал эту заповедь не тогда, когда общался с учениками, а после, через него, как слова «Господь, не я», не то означает, будто Он не соглашается с повелением Христа, так и слова «я», а не «Господь» означают не то, будто апостол говорит что-нибудь особенное, неугодное Богу, но только то, что эта заповедь теперь преподается через Него. Так, и беседа о Давице, Он говорит, «Но она блажение, если останется так, по моему совету». 1 Коринфянам 7, 40. Потом, дабы ты, услышав слова, по моему совету не подумал, будто это суждение человеческое, Он, устраняя и недоразумея, прибавил, «Я думаю, и я имею Духа Божия, как то, что Он вещает о Духа и называет своим мнением, поэтому мы, поэтому не назовем незречением человеческим, так и здесь, когда Он говорит, «Я говорю, а не Господь, не думай, будто это слово Павлова, ибо Он имел в себе говорящего Христа, и не дерзнул бы изречь такого учения, если бы не принял от Него для нас этого закона». Иначе кто-нибудь сказал бы ему, «Я, как верный, не могу жить неверную, чистую с нечистую. Ты же сам предварительно сказал, что это говоришь Ты, а не Господь. Где же найду безопасную и надежную опору?» А Павел сказал бы ему, «Не бойся, для того я и сказал, что имею в себе говорящего Христа и думаю, что имею Духа Божия, чтобы Ты в словах моих не подозревал ничего человеческого, если бы это было так, если бы это было не так, то я не предписал бы такой силы своим суждениям». И вся Вселенская Церковь подтверждает силу этого закона, в точности соблюдая его, а она не соблюдала бы, если бы не была вполне убеждена, что это изречение, есть повеление Христово. Итак, что же Павел говорит по внушению Господа? Здесь можно было бы похвалить коринфянам за то, что они, не получив от учителя никакого совета касательно детства, сами предупредили его своим вопросом. Отсюда уже открывается преуспевание и благодати, так как в Ветхом Завете есть предмет, в Ветхом Завете этот предмет не подвергался недоумению, ибо не только все прочие, но и левиты, и священники, и сам великий архиерей придавали великую важность браху. Продолжение следует. Продолжение следует...